Начальник регионального управления по вопросам миграции Денис Сафаров на связи с жителями города с самого утра. Отвечал на вопросы и помогал найти решение проблем. Например, объяснил, как дистанционно зарегистрировать иностранного гражданина, который приезжает в гости, если вам пришлось покинуть город. В госуслугах вам необходимо заполнить соответствующую форму уведомления. Нужен будет скан страниц паспорта иностранного гражданина с отметками, в том числе о пересечении границы, миграционную карту, насколько я помню, а также документы, удостоверяющие вашу личность. То есть там сканы все прикладываете, после чего там в течение суток, в течение рабочего дня к вам в личный кабинет результат оказания госуслуг поступит. Во время прямой линии подвели итоги операции «Нелегал», которая проходила на территории области с 3 по 9 июня. Ее задачей было выявление лиц, уклоняющихся от выезда, нарушающих миграционное законодательство и организующих незаконные каналы миграции. За этот период правоохранители выявили 868 правонарушений, 558 из которых в отношении иностранных граждан. Также привлекли к ответственности и граждан Российской Федерации, которые брали на работу иностранцев. Из этой категории 126 иностранных лиц привлечены за нарушение установленного порядка осуществления трудовой деятельности. Принято порядка 170 решений о выдворении из страны, 40 из них уже осуществили. Хотелось бы отметить в том числе, что в период операции, в принципе, как и после, как и до этой операции, нами полностью контролируются в том числе и въезды-выезды в Самарскую область. И мы как раз с учетом профилактических постоянных рейдовых мероприятий видим, что значительно снизился пассажиропоток именно через наш субъект. Мы видим, что достаточно эффективные нами принимаемые меры. Если вы располагаете информацией о незаконном нахождении мигранта на территории региона, позвоните в ближайшую дежурную часть или по телефону 112. Полина Чулякова, Валерий Майоров. События. Субтитры создавал DimaTorzok